Проспект строителей 58, торговый центр известной сети. Еще на входе покупатели встречают плакаты «Без маски не входить». Неподалеку стоит средство для обработки рук, рядом рекомендации профилактики коронавирусной инфекции. Однако в защитных повязках не все покупатели. Пришедшие к нам в магазин, если они заходят без маски, мы стараемся сделать им замечание, они одевают маску. Больше, конечно, ходят людей в масках. Сам персонал масочный режим соблюдает. Перед началом смены каждый сотрудник проходит так называемый утренний фильтр. Продавцов температуры к работе не допускают. Два раза в день здесь обрабатывают пол, ручки дверей и другие поверхности. Выполнение антиковидных мер мониторит санстанция. Только за неделю проверено свыше 100 объектов. Нарушителям выписывают предписания. Сама проявляю такую инициативу, потому что наша жизнь в наших руках. И вы знаете, я хочу еще сказать, что маска все-таки оберегает. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуги изо всех сил стараются удержаться на плаву. Обязательно масочный режим Бобруйский ввели еще в ноябре 2020. Такая мера профилактики, уверяют эпидемиологи, помогает контролировать распространение коронавируса. В основной группе риска люди 50-60 лет. Работающее население болеет на 75% больше, чем неработающее население. Уровень заболеваемости в многоквартирной застройке, где больше контакта между людьми, выше. То есть вот меры самоизоляции, ношения масок – это защита, которая позволяет, в общем-то, человеку иметь шанс не заболеть. В фокусе внимания специалистов не только торговые центры, но и кафе, салоны красоты, школы и общественный транспорт. Дезинфекцию салона возители троллейбусов проводят перед каждым рейсом, обрабатывают ручки и сидения специальным средством. Об обязательном ношении средств защиты пассажирам напоминают таблички на дверях. И в торговых, и на работе, где работаю, обязательно одеваю маску, потому что положено так, и чтобы не заразиться и других не заразить. Напомним, масочный режим нужно соблюдать везде, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Это аптека, почта, отделение банка и связи, общественный транспорт и магазины. Если человек обслуживается без средств индивидуальной защиты, то штраф может получить как руководитель, так и юридическое лицо. Поэтому как вести себя с незащищенным клиентом в период пандемии, бизнесмены решают сами. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.